Елена, Оля и Андрей, хочу высказать самые лучшие слова в ваш адрес. Слова благодарности за всё, что я имею. И знаю, благодаря вам, за ваши молитвы, за ваше участие в моей жизни, у нас с мужем всё наладилось. Я стала к нему внимательна, и мне даже кажется, что я в него влюбилась снова. Пастор Андрей, я до сегодняшнего дня думала, что управление – это бизнес, успех в бизнесе. А сегодня пришло понимание, что моё место управления – это моя семья. Бизнес, который я начала, открыв небольшой магазинчик – это не моё. Я очень хочу дом в деревне или в садоводческом хозяйстве. Люблю жить на природе. Жду, когда же дом моей мечты станет явным, и мы там будем жить. У меня есть уверенность, что после прочтения вами моего письма сбудется моё желание. И очень скоро. Вероника. Три дня назад мой сын Макс был госпитализирован на операцию в Штутгарт. Совсем не мог дышать, особенно по ночам. И от аллергии. Переживала, как мы, мамы, переживаем. Операция очень сложная. Беседа с врачом ещё больше страха нагнала. По обе стороны носа нужно было ломать нос, долбить перегородку, для чего-то кожу с головы брать, с ноги хрящик. Операция длилась три с половиной часа. Думала, я всему научена, могу сама правильно молиться. Но когда сын был на операционном столе, непрестанно слышала внутри себя голос. Попроси наших ходатайов поддержать. Отправила просьбу. На следующий день после операции еду в клинику. Во дворе, на лавочке. Сын ждёт. А я иду мимо. Не узнаю. От отёчности. Прогуливаемся. И он рассказывает. Первая ночь была более-менее сносной. Но врач сказал, что сегодня будет хуже. А завтра сильнейшие боли будут. Будь готов. Я же непоколебимо твердила. У тебя, сынок, не будет так, как у всех, чтобы не принимал. Вопреки всем прогнозам и опыту врачей. Так вот. На второй день пишет, несмотря на то, что сосед по палате мешал спать храпом, ночь была лучше. Сегодня, пишет, третья ночь была хорошей. Уже без обезболивающих. И выписывают домой. Я в восторге. Даже если не по вере сына, то по заместительной вере. Работает. Огромная признательность и благодарность. Я счастлива быть здесь, в моей семье. А моя семья очень большая, царская. Спасибо всей небесной цивилизации. Вера, Отец, благодарю тебя за всех твоих небесных молитвенников. И за Нуржамал, и за Катю, и за всех, кто поддержал в молитве моего мужа. Ему очень хорошо сделали операцию по замене тазобедренного сустава. Самое удивительное то, что за день до операции муж сказал, что явно чувствовал себя в руках отца. На сердце был такой мир, такой необычный шалом, которого у него никогда не было. Без успокоительного лекарства. А его перед операцией принимать было нельзя. Для сравнения скажу, что, например, когда мы идем в гости к друзьям, или в магазин, или даже к детям, они, все взрослые, живут своими семьями. Ему нужно было всегда принять успокоительные таблетки. И этот сверхъестественный покой ему просто не знаком. И у него еще есть чат, где люди с такими же операциями делятся ужасными фотографиями швов и последствий, от которых уже страшно становилось. Но я ему говорю, как Андрей учил, спасибо ему. Это у них так, а у тебя будет по-другому, а у тебя будет лучше. Операция была в прошлый вторник, 14 февраля. А на этой неделе снимали швы. Это были металлические скобки. И медсестра удивленно сказала, что за 18 лет работы не помнит такого скорого заживления шва. И шел всего 11 сантиметров. И муж уже ходит без костылей. Очень рад и благодарит всех за молитвы. Слава отцу! И вам, сынам! Анастасия, сегодня со мной такое чудесное произошло. Я собралась рожать, но, приехав в роддом, услышала. У вас в 40 недель и 5 дней. Вы еще не в родах. Езжайте домой. А там была пара. И у девочки уже были схватки. Я стала высвобождать помазание на нее. И стала говорить. Отец, ты так благ к ней тоже. И представляете, что она родила сама и легко. Прямо почти на моих глазах. Парень или муж ее бегал и говорил. Как так? У нас плод неправильно лежал. И у нас партнерские роды. Отец сегодня показал еще раз, как он к нам благ. У них, у нее это были первые роды. И она родила легко, быстро и сама. Ура! Спасибо, папа! А я поехала домой. Анжела. Где-то 8 месяцев назад произошла смешная история. Я была в плохом настроении. И мне было очень грустно. Мне позвонила знакомая. Она не полностью вышла из религии, но не ходит в церковь, а дома в уединении с Богом и слушает проповеди. Но вас, Андрей, она слушать не может, потому что вы говорите не по Библии. Она за меня молилась, и меня Дух Божий поднял в такой силе, что я ее начала благословлять. Она не могла никак забеременеть, но очень хотели с мужем ребенка. Много пророков ей пророчествовали, что у нее будет девочка. И так как эта девочка никак не приходила, она уже не верила в эти пророчества. И когда я предложила помолиться за нее, она сухо ответила, «Знаешь, сколько за меня людей молились, и ничего». Я говорю, «Но молитва еще никому не навредила». Она согласилась, «Ну, давай, молись», а сама включила полный игнор. Я вспомнила, «Как вы учите, кто я? Я Отец, и я Иисус одно». Я открыла свои уста и начала говорить, как Бог, «Я открываю лоно твоей матки для принятия семени. У тебя родится мальчик, он будет царствовать на престоле и управлять землей». Мы сказали, «Аминь». И она даже не прокомментировала мою дерзновенную молитву. Говорит, «Меня она совершенно не коснулась. Через месяц она мне звонит, «Анжела, я беременна». Когда пошла на УЗИ проверить пол, ей сказали, что будет мальчик. Она была в недоумении. Говорит, «Бог никогда не ошибается. Все пророки видели девочку. Ты тогда высвободила мальчика и стал мальчик. Потом у нее началась паника, что христиане не умеют слышать Бога. Потом им не досталось. Ты изменила пол моего ребенка. Муж очень хочет девочку, и она боится, что он не будет любить сына. Остался месяц до родов, и они оба счастливы, ждут малыша. Кстати, она очень классный человек. Это просто твердыни, которые прямо сейчас рушатся для принятия истины». Аноним. У Эльвири доча вчера вечером говорит ей, что у нее в университете сессия, и она попросила, чтобы мама спросила у Духа Святого, какой билет ей учить. Та начала молиться и перебирать в голове цифры. И тут просто голос проговорил. Восемнадцать. И перед сном они вместе с дочкой начали молиться. И как пастор Андрей учит, она высвободила работу ангелов, чтобы они скрыли от всех других студентов восемнадцатый билет. И что вы думаете? Она сегодня утром вытянула восемнадцатый билет и ответила на все вопросы. И счастливая позвонила маме. «Ай, Жан, когда я познакомилась с отцом, происходило чудо. Спасибо, Гулим. Спасибо, Нуржамал. Спасибо, пастор Андрей и Оля. Я недавно пришла в небесную цивилизацию, где-то в двадцатых числах января 2023 года. А двадцать восьмого января я приехала из Шимкента, чтобы быть на мероприятии. И там все вместе с Нуржамал сделала портал, молитву помазания, чтобы сын позвонил и дала себе любую весточку, так как я не смогла с ним даже связаться. Спасибо отцу. Он позвонил мне через двадцать четыре часа, и я обрадовалась, что он жив и здоров. Сейчас он в СИЗО, в Алма-Ате. Но чудо не отходит от меня. Спасибо отцу. Я в воскресенье услышала новость и поехала в Астану. Там я получила разрешение на встречу с сыном. Оттуда приехала в Алма-Ате. В среду поехала к сыну, чтобы передать передачу. Но чудо меня и здесь ждало. Спасибо отцу. Моего сына нет в базе данных. Сказали, что если не найдем, позвоним. Сегодня четверг. Я поехала утром встретиться, но сказали подойти в четырнадцать тридцать. А самое интересное, мой сын нигде не зарегистрирован. Передачу не берут, но я все равно ее оставила. И все же встретилась с ним. Все у него хорошо. Спасибо отцу. Целый день искала адвокатов. Всех своих знакомых спрашивала. Везде искала. И все говорила. Тысяча долларов или полтора миллиона тенге. У меня таких денег нет. Я спрашиваю. Отец, мне сегодня нужен самый лучший адвокат. И вот он передо мной стоит. И у меня, как огонь прошел, сильное помазание. Спасибо пастору Андрею. Вчера я смотрела курс Меч Соломона про авторитет. И я увидела, как у пастора Андрея пошло сильное помазание. И это помазание пошло в то же время и у меня. Адвокат сразу все взял в руки. И за умеренную сумму за ту, что надо заплатить налоги. Спасибо отцу. Благодарю, благодарю, благодарю. Я твой сын. Адвокат самый лучший. Он на телевидении работает. И все будет хорошо. Татьяна. Андрей, спасибо большое за ваши соли и трансляции. У меня ушел грибок с ногтей на ногах. Аллилуйя. Любовь. Моя сестра была лысая. Мы помолились. Отец дал ей новое сердце. Видели созерцательно. И у нее через полгода голова стала темная от волос. Мы думали грязная. Но это волосы прорастали. Регенерация. Это истина. Действенно. Спасибо, пастор. Сын Божий. Спасибо. Людмила. В воскресенье, Когда вы молились, я получила чудесное исцеление. У меня на среднем пальце левой руки была шишка и немалых размеров. Особенно была видна при сгибе. Она мне доставляла немало хлопот и побаливала. И, о чудо, в понедельник она исчезла. Ее нет. Слава Господу за это исцеление. Теперь красивая рука. Спасибо вам за эти чудесные молитвы. Спасибо, что вы у нас есть. Божьих вам благословений. Спасибо. 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 Мадина. У меня возникла проблема с шеей. Она начала сильно обвисать, как у старушки. Меня это очень удручало. Лицо подтянутое, молодое, а шея виснет. Я стала делать упражнения. Потихоньку стала видеть изменения. Сегодня за один эфир шея реально подтянулась. И я красавица. Спасибо, Андрей и Ольга. С вами очень круто. Реальные результаты. Марина. Я много лет страдала от шизофрении. Господь мне всегда говорил о послушании. Я послушалась и сменила работу. Началось мое освобождение. За меня молились. Но я еще три раза попадала в психушку. А вообще я была в психушке восемь раз. По три-четыре месяца. Окончательно болезнь ушла, когда я вошла в небесную цивилизацию. Помогли молитвы и проповеди пастора Андрея. И зеркало славы. Таблетки уже семь месяцев не принимаю. Думаю, через год пройду обследование. И диагноз снимут. Спасибо, драгоценный пастор Андрей. Слава отцу! Елена. Декорация «Скалиоз» стоит с 18 лет. Сейчас 50 лет. После служения омоложения вчера почувствовала, что стою, не сутулясь более прямее. Пошел процесс оздоровления на позвоночник. И лицо, как будто его вылепливают заново. Стала меняться форма лица. Процесс и на лицо пошел. Спасибо, отец, за возвращение юности моей. Спасибо пасторам Андрею и Ольге. Светлана. Благодарю Андрея за неотступное погружение в сыновство. С 2017 года преследовали панические атаки. Я уже устала. Погружаясь в откровение Андрея о сыновстве, я освободилась от этого ярма. Хотя декорации иногда пытаются заявить о себе, но меня прямо разбирает смех. У Бога панические атаки, и они с легкостью оставляют мое тело и душу. Как здорово осознавать, кто ты. Надежда. Молитвенную нужду моей сестрички погрузили в купальню. Было судовое слушание. И суд закрыл ее дело навсегда. Слава и хвала отцу. Ольга. Внук таки добрался до моих очков и сломал их. Сегодня купила новые. К моей радости зрение было плюс три, а стало плюс два. Юность возвращается. Бахыт. Во время эфира «Утро славы» я принимала каждое слово пастора Андрея и Оли. Поставила перед собой зеркало, гладила по лицу и шее, принимала елей и все, что говорил пастор. К концу эфира я увидела, что у меня на лбу разгладились мимические морщины. Они были прямо как волнами на лбу. Когда я поднимала брови от эмоций, теперь их просто нет. Как будто мне сделали укол и заморозили его. Второй подбородок значительно уменьшился, и лицо удивительно подтянулось. Аллилуйя! Ура! Спасибо! И слава тебе, папочка! И Андрей, и Оля! Чудеса! И это не закончится никогда. Обновляется юность моя. Слава Отца сияет во мне. Аллилуйя! Юлия! В этом году, когда начался курс «Меч Соломона», мы получили неожиданно для нас за два дня до начала курса приличную сумму денег. Когда пастор проводил утренние молитвы и там высвобождал помазание на бизнес в определенных сферах, «Я приняла для нас, что мой муж может заняться продажей автомобилей». Отец благословил, и муж за этот год купил и продал четыре автомобиля с прибылью. Аллилуйя! Также у нас были напряженные отношения с двумя соседками. С одной периодически возникали конфликты, и это очень сильно угнетало меня. Она оговаривала нас, писала на нас заявления, аж восемь раз, без оснований. Последний конфликт случился 26 декабря. Я попросила наших ходатайов молиться за разрешение этой проблемы, так как соседка намеревалась пойти в суд, чтобы снести ограждение, которое мы сделали на первом этаже. Плюс соседка установила на балкон камеру и повернула ее в наш двор, из-за чего также возник конфликт, так как камера со звуком. Честно скажу, что я не испытывала к ней никаких чувств любви. Была злость, разочарование. Я стала молиться и слушать молитву пастора Андрея о благодушии. Также я принимала заместительное причастие за соседку, высвобождая ангелов в нашу ситуацию. Все это было в течение полутора дней. Наутро мое сердце уже не было наполнено обидой. Наоборот, в духе я обнимала нашу соседку. Я говорила, она хорошая. Муж мой пошел с утра к соседке, чтобы с ней поговорить, и пришел Божий мир, наступило примирение. Она, оказывается, пыталась подать заявление в суд и заплатила две с половиной госпошлину. Муж мой сказал, я вам верну эти деньги. Она с радостью сказала, конечно, я же из-за вас их потратила. В общем, я с моей карты ей эти деньги вернула. Она развернула камеру и поставила ее прямо. Отец, такой отец. В этот же вечер мне по работе моя клиентка подарила 15 тысяч тенге. И на следующий день по объявлению со мной связался человек. Ему нужно было сдать отчеты. И я заплатила 10 тысяч тенге. Сначала не придала значения, а потом увидела, как наш отец любит нас. Я отправила соседке всего две с половиной тысячи, а папа дал мне 25 тысяч. Аллилуйя! Вечером 28 декабря муж приехал с работы и говорит, что они купили три машинки стиральные и подготовили их для продажи. Утром, когда он уходил на работу, я благословила, высвободила ангелов, чтобы они помогли все три машинки продать. Вечером муж приезжает такой довольный. Говорит, представляешь, все три машинки продали. И сказал напарнику, это моей жене спасибо. Аллилуйя! И на этом чудеса не закончились. 31 декабря мы поехали в нашу поместную церковь. Там братья и сестры собрались, чтобы вместе встретить Новый год. Так как у нас маленький малыш, у нас не получилось досидеть до конца. Мы приехали домой. И когда заходили в дом, наша вторая соседка вышла из своей квартиры и стала нас обнимать и целовать. Стала говорить, что не хочет больше ругаться, что она желает нам счастья. Я обняла ее и сказала, мы вас любим. И это было прямо из сердца. На что она сказала, я вас тоже люблю. Отец, какое счастье! И это все произошло на Новый год. Спасибо, любимый отец Андрей и Оля. Спасибо, любимая Нуржамау и все Ходатай. Спасибо, отец, за всю небесную цивилизацию. Преломляю, умножаю, раздаю. Чудеса не закончатся никогда. Ольга Сегодняшний день начался со слез, переходящих в смех и прославления папочки. И я понимаю, что, конечно же, это произошло от изменения моего мышления благодаря Андрею и Оле. Мышление менялось от школы Андрея и от потока откровений и свидетельств. И каждое утро я теку в потоке любви и наставления в зуме у Наташи. Молитвы с престола и понимание, что я сын. Всем огромное спасибо, что теку и познаю себя. Когда свидетельствовали в группе НС Красноярск, Наташа преломляла и раздавала, сколько всего благословляют их семье. И прозвучала сумма 100 тысяч. И я приняла. Озвучили, что для поездки в Турцию нужна эта сумма. И вот сегодня я получаю эту сумму на поездку в Турцию, в школу Павла. Аллилуйя! Я вижу отца заботливым, который исполняет все желания сердца моего. Преломляю и раздаю. Отец! Он такой отец! Аллилуйя! Антонина. Это просто чудо, которого я не ожидала. Сегодня приехал ко мне младший сын со снохой и внучками, которых я не видела с апреля месяца. Поссорились. И даже на звонки сын не отвечал. И вот такой подарок с огромным букетом цветов. И как ни в чем не бывало, как будто не было ничего. Я все время изливала помазание на разум и мысли, и сына, и снохи, помазание любви, силы и устройства во все сферы их жизни. И вот результат. Слава отцу нашему любимому. Слава пастору Андрею. Аллилуйя! Любовь! Хочу поблагодарить нашего прекрасного отца за пастора Андрея и Олю и за их учение, которое вывело меня на другой уровень жизни. Я так вам благодарна за курс созерцания, за курс ходатая, за меч Соломона. Я вижу чудеса в моей жизни и моей семье. Моя дочь противилась, не хотела слушать, смотреть проповеди. А потом сама захотела учиться на созерцательном курсе и мече Соломона. Все меняется в ее жизни. Скоро выходит замуж. Я ходила в духе на фабрику, где работает муж. Также просила ходатая, чтобы молились за него. Ему уже 60 лет, и у него кончается контракт с фирмой, в которой он работал. И вот результат. Ему сами предложили работу постоянную на этой фабрике, как гражданину этой страны. И еще, когда мой муж пришел работать на эту фабрику, у него была очень маленькая зарплата. А сейчас в три раза увеличилась. И еще, когда я слушаю или смотрю помазанные эфиры Андрея с Олей, меня так накрывает. Я не чувствую ни рук, ни ног. Любовь Божья меня так сильно окутывает. Я очень счастлива, что я в такой прекрасной семье, в небесной цивилизации. Люблю вас, ценю вас, благословляю вас. Наталья. Первое. Вчера забирала собак с передержки. И Ротвейлер сорвалась и убежала. На улице минус 24, темень. А на ней даже ошейника с адресом нет. Шансов, что она вернется, не было никаких. Да и под машину могла попасть. Рядом скоростная дорога без ограждений. Я помолилась. Вызвободила ангелов. И буквально через пять минут рабочий поймал собаку и передал мне. Второе. Когда мы добрались до дома, выяснилось, что от мороза замерзли трубы и в доме нет воды. Нет ее и в общественной колонке на улице. Я помолилась. Высвободила ангелов. И сверхъестественным образом возобновилась подача воды. Отец сказал мне, чтобы я обязательно рассказала об этом. И впредь была внимательна к любым проявлениям силы и свидетельствовала. Слава отцу, пастору Андрею и Оле, и всей-всей небесной цивилизации. Аминь. Валентина. Не могу держать в себе. Хочу поделиться, насколько наш папа невероятно заботливый отец. Насколько для него важна каждая мелочь в нашей жизни. Я живу в средней полосе России. В декабре морозы были минус 7, редко минус 16. В один из дней, собираясь на работу, посмотрела на свои перчатки и подумала, если будут сильные морозы, перчатки не спасут. И забыла эту мысль. Перед новогодним праздником одна из моих заказчиц дарит мне шикарные, красивые, дорогие и очень теплые варежки. И я поняла, что та мысль о перчатках была от папы. Я просто в таком умилении, как отец заранее позаботился обо мне. Ведь с начала января пришли морозы минус 30. Самое интересное, в декабре ничего не предвещало такого холода. Какой же наш отец. Потрясающий, удивительный, заботливый. Спасибо, спасибо, спасибо отцу миллион раз. Конечно, я могла бы купить варежки, когда замерзла бы в перчатках. Но точно купила бы что-то попроще и подешевле. Но как папа хочет дать своим сынам все самое лучшее. Это так ценно. Как отец хочет показать каждому из нас, тем, кто еще сомневается, ты особенный. Аллилуйя. До этого еще случилась ситуация. Пролила чай на ноутбук. Подумала с досадой, что надо ноутбук покупать. И тут приходит сын с работы и дарит мне ноутбук. Приближался мой день рождения. Ну как тут не прославить отца. Аллилуйя. Надежда. Моей тете уже почти восемьдесят восемь. Жила одна. Только недавно забрала ее дочь. Пару месяцев назад ушла из дома, где-то заплутала. Не знала, где квартира, где родные. Благо, что в поселке знают многие друг друга. Привели к дочери. Одну она больше не отставляла. Звала нас, кого-то из родных, знакомых посидеть, пока сходит в магазин за продуктами. Я пару раз, когда приходила, пела там на иных языках и высвобождала помазание. Когда пришла в следующий раз, тоже делала в начале. А затем проявила власть и изгнала духа слабоумия. И дух нечистый оставил ее. Я это поняла, когда пришла через несколько дней. Моя тетя изменилась в лице. Говорит, все ясно. Всех помнит. И все помнит. А раньше несла непонятно что. И всех путала. И мало что помнила. И сейчас остается сама дома. Спасибо Отцу Небесному, нашему любимому. Слава Великое Ему за пасторов наших любимых Андрея и Олю, которые открыли нам наши глаза на истину. За нашу огромную дружную семью НЦ. Вы все прекрасные, удивительные, возлюбленные сыны. Вам нет цены. Всех вас люблю и благодарю папочку за такую семью. Андрей, вам особая благодарность. Спасибо. Нелли. У меня пропал слух. Я и так 37 лет жила сверхъестественно. Со слухом только на одно ухо. После неудачной операции. Как говорили врачи, но я чувствовала сигналы и во втором ухе. А тут еще полная ложь. Я прошла аудиометрию. Мне сказали, что все очень плохо. Как я вообще управлялась ранее? Но я сказала, что я управлялась сверхъестественно. Врач предложил операцию с датчиком на одно ухо, а на другое живое слуховой аппарат. Мой слух вошел вовнутрь. И я стала слышать, что происходит внутри. Я разговаривала с моими ушами. Отец говорил со мной в стихах, подбадривал меня. Ведь я два раза получала исцеление, но потом теряла. И теперь я отстаивала нетление. Сейчас оба уха улучшаются в слухе. Обхожусь без аппарата. Заметила. Это как презент перед домашкой. Вау! Аллилуйя! Спасибо, отец! Только нетление. Полный пакет. Алла. Что произошло в моей семье за время, которое я в НЦ? Я стала единомышленником с Яковишинами, Андреем и Олей. Где-то примерно около двух лет назад. Их считаю своими родоначальниками, родителями. Прошла с ними почти все курсы. А теперь о главном. Я имела букет болячек. Самые значительные. Позвоночник. Суставы. Плюс перепады настроения. Обиды. Еще многое можно перечислять. Благодаря четкому следованию за Андреем и выполняя рекомендации его учения, я могу утверждать, что я поправила здоровье процентов на 90. И это немало. Я постоянно совершенствуюсь. Больше хочу отметить мою маму. Ей 83 года. Она живет верой в нетление. У нее была 100% седая голова. Белые брови. В настоящее время ее брови черные. Волосы на голове восстанавливаются. И знаете, как она борется за свое здоровье? С таким дерзновением. Сегодня она мне рассказала, как она загнала Кисломордова в болото. Вот где мы хохотали. Смешно, но боль ушла. Мама видит на один глаз. Но не хуже, чем в очках. Вот где дух животворящий. А всему этому она научилась у меня. А я училась у Андрея и у Оли. Слава отцу! Мила. Весной была у женского врача. И она обследовала меня. И сказала, что у меня начался климакс. И добавила, что климакс бывает только у людей. У животных не бывает. Выписала мне гормоны, чтобы замедлить этот процесс. Я не согласилась с этим и сказала, что я лучше, чем животные. И все, что сделала Ева, на меня не распространяется. Я искупленная. Я новое творение. Недавно я опять была на приеме у врача. И она подтвердила, что у меня нет климакса. УЗИ показало, что яичники процветают и работают на все 100%. Пару лет назад мне удалили матку из-за миомы. Поэтому у меня нет женских дней. Только не молитесь, чтобы все выросло. Меня очень устраивает, что их нет. Поэтому определить может только врач. Есть у меня климакс или нет. Мой врач – моя соседка. Поэтому она очень ко мне внимательно. И обследует меня досконально, как положено. И она сказала, не знаю почему, но у тебя все работает на 100%. Слава нашему Иисусу! Майя. У меня был ранний климакс и достаточно тяжелый. Много лет принимала гормоны. Когда познакомилась с небесной цивилизацией, бросила их принимать. Больше года практически не спала из-за приливов. Два раза посылала в купальню. Сестрички молились за меня. Но декорации полностью не исчезали. Недавно отец побудил меня смотреть эфир «Сила безумия. Причастие». И я, принимая причастие, начала настаивать, что этого достаточно. Что жертва Иисуса совершенна. И мне не надо к ней ничего добавлять и доделывать. Что это сила любви, милости и благоволения ко мне. Что это могущество победы. Я настаивала, может быть дней 5-6, точно не помню. Но сегодня, в течение дня, я не заметила приливов. Это такое счастье. Спасибо папочке. Благодарю миллион раз. Аллилуйя. Светлана. В проповеди «Прими свое чудо» пастор молился за исцеление правой стороны сердечной мышцы. И пришло освобождение. Спасибо, спасибо. Я могла дышать и уснула. Благодарю, благодарю. Миллион раз благодарю. Яна. 9 января на работе встречаю сестричку по вере. И интересуюсь, видя ее печальное лицо. Она говорит, что у нее 29 декабря родился внучок. 37 недель. Невестке сделали Кесарева. Малыш родился с весом 3200, но сам не дышит 12 дней на аппарате. Сидя за рабочим местом, я тут же высвободила дух жизни. Приказала ребенку дышать самостоятельно. Придя с работы, сказала об этом мужу, чтобы кто же управлял с престола эту ситуацию. 10 января думаю, как же мне увидеть эту сестричку. Снова на работе она ко мне обращается с вопросом. А я говорю, да подожди, как внучок. А она задышал сам. Слава Богу. Я спрашиваю, когда она вчера, то есть 9 января. Аллилуйя. Я так радовалась. Слава Отцу, Духу Животворящему. Бесконечная благодарность пастору Андрею нашему за глаголы Духа и Жизни, которым он нас учит. За то, что он открыл в нас Сына. Вернул в истинную сущность управлять с престола. Зауре. Я супруга пастора Сакена. Хочу рассказать, хоть и небольшую радость приносит мне то, что отец проявляется через меня. Сейчас мы проводим зимний туризм, то есть катание с гор. Одна женщина подошла ко мне и говорит, что у ее сына сильно болит зуб. Я проводила их в домик и сама ушла. Где-то через полчаса прихожу, а она все еще сидит и держит сына. А меня Духу Животворящей обличает. Чего ты не молишься? Я подошла и отстранила ее и, возложив руки на его лицо, начала молиться, призывая помазание и исцеляющие силы Духа Животворящего. И сказала ей, все, не трогайте ребенка. Где-то через два часа они уезжали. Она подошла ко мне и говорит на казахском языке, у вас какие-то руки исцеляющие. А я ей на русском ответила, это Духу Животворящей сделал и ушла. А сама иду и воздаю славу Отцу моему. Он живой и всемогущий. Вся слава Ему. Аллилуйя. Галина. Вчера, 10 января 2023 года, на вечернем зуме, в нашем течении небесной цивилизации, Нуржамал, наша любимая, драгоценная папина избранница, молилась об исцелении зрения, поощрении, об открытии глаз. Я уже в служении Андрея, нашего пастора, три года. Прошла все курсы и все проекты, организованные Отцом Богом через пастора. Я педагог. Я носила очки плюс 0,5. Особенно во время занятий плетения из бисера. И используя мелкие предметы в работе с детьми. После курса «Зазерцательная жизнь» я прозрела. Очки были мне не нужны. Но в глазах мелькали какие-то пятна. То мелкие, то крупные. Пастор Андрей всегда молился за исцеление глаз. Пятна то исчезали, то опять появлялись. В ноябре 2022 года окулис подтвердила мое стопроцентное зрение. А вчера после молитвы Нуржамал я обнаружила, что пятен нет. Слава, слава, слава Отцу. Это чудо исцеления. Проявленная слава Отца через своих любимых сыновей. Безмерно благодарю Отца за вас, мои дорогие. Благословение и успех во всех сферах вашей жизни. Избранные любимчики Отца. Всех благ и радости. Наталья. У меня вчера совсем нежданно случилась ситуация трагичная. Мы все с детьми рыдали. И еще воспалилась мышца правого плеча. И я прямо ждала эфира. И прямо на первых же минутах молитвы. Щелчок в плечо. И боль прошла. Успела написать, что исцеление наступило. И уснула. Спасибо, отец. Ты такой отец. Спасибо, отец, за сына. Ирина. Много лет назад, а точнее 28, у меня был остеохондроз шейного отдела позвоночника. И со временем прибавилась сильная боль в пояснице. Я не могла без слез мыть ванну. Ну и много чего уже не могла делать. Сегодня я слушала зум ходатайов в записи. Во время молитвы и пения на языках я погрузилась в невероятный поток. И почувствовала одновременно сильную боль и в пояснице, и в шейном отделе позвоночника. И я испугалась. Первая мысль была – срочно надо лечь в постель. Но до нее еще надо добраться. Я была на кухне. Одно дело, когда боль обостряется по очереди. Но когда одновременно все начало болеть. Одним словом – жесть. Я начала медленно перемещаться. И вдруг слышу слова Нуржамал. Мы – один мощный сын. Нас охватывает галгал огня. Мы захватываем всех, кто отсутствует. Боль в пояснице уходит. У кого был блок, плечевой сустав, лопаточная часть, приходит свобода. Вдруг сложилось впечатление, как будто меня взяли в плен. И голос говорит – руки вверх, никакой постели больше. Я подняла руки, и огонь сошел на весь позвоночник. И куда, что делось. И вот уже два часа весь позвоночник в огне. Вся боль исчезла мгновенно. Вау, как же это классно, супер. Непрестанно благодарю отца за вас, Андрей, Оля, Нуржамал. За всех, вводимых Духом Божьим, славных сынов, верных помазанников, возлюбивших явление Духа Силы. Да будут слова ваши и проповеди ваши, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и Силы, чтобы вера слушающих и видящих вас утверждалось не на мудрости человеческой, но на Силе Божьей. Людмила. Летом у меня обнаружили полип в толстом кишечнике. Врач-хирург сказал, что попытаются удалить через колоноскопию, но полип находился так, что было непонятно, получится ли это. Но спасибо, Нуржамал, и всем Хадате, все получилось, и полип не злокачественный. Также в середине апреля 22-го года меня посадили на таблетки от гипертонии, и в сердце были отклонения. Я молилась, и вот в декабре делала кардиограмму. В сердце осталось только одно отклонение, но врач говорит, это не точно, хотя заключение у меня на руках. И я решила, что у меня будет новое сердце. И вспоминаются слова Андрея, что ожидаете, чтобы сделали ангелы, сделайте сами. Я закрыла глаза и увидела перед собой новое сердце. Оно оказалось у меня в руках, упругая, как мячик, сильная и крепкая. И я поменяла себе сердце на новое. Так что теперь у меня новое сердце, и никто не может мне сказать, что с ним что-то не так. Оксана. На новогодние праздники начала болеть поясница. Может, просквозила, может, защемление нерва. Провозглашала нетление. Боль уходила, но на время. И тут поехали к маме в гости, в соседний город. И я попросила ее сделать мне массаж. После уроков созерцания отец дал ей дар исцеления руками. И Дух Святой ведет ее. Многих родственников она уже исцелила. После ее чудотворного массажа я забыла про боль. Слава отцу и спасибо Андрею с Колей за открытие в нас, сынов. Благословений всем. И это не закончится никогда. Наталья, какой мощный эфир. Огромное спасибо, драгоценный пастор Андрей. На морозе немного переохладилось и начал мыть зуб. Во время молитвы боль стихла, А сейчас и вовсе прошла. Аллилуйя! Медление в силе. Скоро новые зубы вырастут. Слова твои, Вбитые гвозди с престола Отца, Сиянием света пронзают разум лучами истины. На все вопросы дают ответы. Голос твой, голос водопадов. Бездна, бездну им призывает. От взгляда очей твоих тают горы, Земля и небо вдаль убегают. Спасибо, Отец Андрей. Ты такой Отец.